Добрый вечер, в эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Средняя ежемесячная заработная плата выросла на 11%, а уровень зарегистрированной безработицы продолжает оставаться минимальным. В ходе встречи стороны обсудили инициативу по распределению средств, полученных от реализации первого пакета акций «Курорта Архыз», который был передан частным инвесторам для обеспечения дальнейшего успешного развития кластера. В числе предложений направление полученных от продаж акций средств на строительство социально значимых объектов и инженерной инфраструктуры республики. После Рашид Тимрезов принял участие в заседании межведомственной комиссии по развитию курорта Архыз, которое провел Александр Новак. Основными темами повестки стали этапы подготовки мастер-плана по развитию курорта, вопросы транспортной доступности и газоснабжения, а также завершение строительства объектов инфраструктуры. По итогам заседания вице-премьер поручил ответственным членам комиссии оперативной решить все эти вопросы, проработать предложения по строительству аэропорта на территории Карачаева-Черкесии и автодороги Архыз-Красная Поляня, что увеличит транспортную доступность курорта. В республике завершилось голосование, инициировано «Единая Россия» и «Минстроем России за общественные территории», которые благоустроят в следующем году. Проголосовать смогли все желающие жители региона в возрасте от 14 лет. Благодаря активности почти 21 тысячи наших земляков будут благоустроены парки, аллеи и скверы в городе Черкесске. По аллее улицы Красноармейская появятся красные газоны и цветочные клумбы. Необычные малоархитектурные формы, новое освещение, разные тематические площадки для горожан всех возрастов. В Ужжигуте в сквере Победы предстоящей весной обустроят пешеходную часть тротуарной плиткой, возведут высадку деревьев. В Карачаевске преобразится аллея по улице Ленина от улицы Пушкина до подъездной дороги к парку Зеленый остров. А в Тиберде пешеходная зона по улице Домбайской. В Метногорском благоустроят парк, будет выделена зона для отдыха пожилых людей. Детские площадки разделятся на две возрастные группы для детей до 7 и до 12 лет. Установят малые архитектурные формы, пейзажные тропы, появится отдельное место для амфитеатра. В нашей республике с 2017 года обустроено свыше 120 парков, аллей, скверов и дворовых территорий в рамках нацпроектов «Жилье. Городская среда» и партийного проекта «Городская среда». Глава республики выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании и отметил, что благодаря активной позиции жителей Карачаева и Черкесии станет еще уютнее и красивее. Сегодня в региональной общественной приемной «Единой России» сенатор Крым Казаноков провел прием граждан. В рамках партийной всероссийской акции «Собери ребенка в школу» состоялось вручение наборов школьных принадлежностей. Их получили дети участников СВО из малообеспеченных и многодетных семей. Встреча прошла продуктивно. Крым Алиевич уделил пристальное внимание вопросам поддержки многодетных семей. В ближайшее время будут подготовлены соответствующие запросы по обращениям в профильные министерства в решении поставленных задач. Для региональной общественной приемной «Единой России» сегодня значимая дата – 15 лет работы. За эти годы было принято более 17 тысяч обращений. Регулярно в приемной проводится прием граждан по личным вопросам. На сегодняшний день нами выданы, если так можно выразиться, свыше 125 школьникам школьные принадлежности. Эти 125 детишек или школьников – это дети из малообеспеченных семей, из семей участников специальной военной операции, а также из семей вынужденных переселенцев. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 26. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а в южных и центральных местами высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесии без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 30-32 градусов тепла. Завершился Всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар-2023». Последние дни участники представляли свои проекты экспертам из Росмолодежи. В итоге 8 молодежных инициатив стали победителями грантового конкурса. Также в завершающий день форума прошла встреча с председателем Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия Адамом Мальсаговым. О том, какие студенческие идеи получили сертификаты на гранты и каким запомнился «Махар-2023», узнавал Алихан Лепшоков. Совсем немного осталось до завершения Всероссийского высокогорного молодежного форума «Махар-2023». В эти дни проходят защиты и проектных инициатив участников. И скоро мы узнаем, кто же станет обладателем гранта от Росмолодежи. Эксперты от Росмолодежи обращали особое внимание к грамотности оформления проекта, на востребованность идеи и на подготовку сметы грантовой поддержки. В течение нескольких дней у ребят была возможность получить полезные знания на образовательных программах и более профессионально выстроить защиту своих проектных инициатив. Сегодня главный день нашего форума. Участники представили свои проектные инициативы перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи. И буквально через полчаса будут подведены итоги, и мы узнаем, кто стал обладателями грантов на реализацию своего социального проекта. На протяжении всего форума у нас была очень насыщенная образовательная программа, культурная программа и спортивная программа. По итогам защиты, восемь проектов рекомендованы экспертами на получение грантовой поддержки. Инициатива участницы форума Дианы Тимирджановой, этнофестиваль карачаевского народа Хасаука 2023 получила высокую оценку от экспертной комиссии. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, так как молодежь – это будущее нашей страны, и мы должны прививать им сохранение, популяризацию народных ценностей, культуры, обычаев. И от молодежи зависит очень многое. Я очень рада, что мой проект поддержали. Проект участника из Ингушетии Абдулы Аздоева Академия Аргона позволит трудоустроить молодежь и освоит навыки использования сварочного аппарата. В республике Ингушетия сильно выражена безработица. К тому же мастеров по аргонодуговой сварке немного. На всю Ингушетию у нас три мастера, которые способны варить алюминий, и примерно три организации, три-четыре организации, которые работают с нержавеющей сталью, и там не хватает людей. И я так подумал, что я могу одним выстрелом убить двух зайцев, и я обучаю людей этому направлению, сразу их трудоустраиваю. Последний день форума «Махар» прошла встреча с министром по делам молодежи Карачева-Черкесии Ибрагимом Татаркуловым и председателем комитета по делам молодежи республики Ингушетия Адамом Альсаговым. Они подчеркнули, что эта площадка дала отличную возможность молодежи получить необходимый багаж знаний и реализовать свои проектные идеи. Всероссийский высокогорный форум «Махар» оправдал в полном объеме все эти ожидания, задачи, цели, которые были на него возложены. Все задачи были решены, цели были достигнуты. Действительно, форум прошел на очень высоком уровне. Представители Федерального агентства по делам молодежи, которые также принимали участие в этом форуме, экспертного сообщества со своей стороны выразили свое мнение касаемо высокой степени и уровня организации данного мероприятия. В плане проведения самого форума хотел бы отметить большую работу, проведенную организаторами в лице как Министерства молодежной политики Карачаево-Черкесской республики, так и Карачаево-Черкесского государственного университета. Видно, как организаторы с высоким уровнем организационного подхода. По завершению форума всем представителям молодежи вручили сертификаты участника форума. Алих Алипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Махар. В Черкесске прошел второй этап соревнований по плаванию среди сотрудников главных управлений МЧС России субъектов СКФО. Спортсменов принял современный бассейн Северокавказской гуманитарно-технологической академии. Чемпионов и призеров заплыва ожидали дипломы и призы. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. В начале мероприятия состоялся торжественный митинг, на котором участников состязаний приветствовал исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Помогайба. Выступившие пожелали участникам спортивного азарта и воли к победе. А учащиеся колледжа культуры и искусств имени Даурова показали красивый национальный танец. Сотрудники МЧС, учитывая сложности при выполнении, не сложности, а особенности выполнения задач по спасению людей, должны быть постоянно в хорошей физической форме. И любые виды соревнований по любым видам спорта, в том числе подтверждают наличие этой физической формы и способность сотрудников МЧС выполнять задачи даже в сложных условиях. Поэтому эти соревнования играют немалую роль в деятельности наших сотрудников. В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и девушки. Способ плавания был определен вольным стилем, а дистанция 100 метров, а также командная эстафета среди мужчин 4 по 50 метров. Каждый год выступаю на соревнованиях по плаванию за Ставропольский край, МЧС. И постоянно хожу на тренировки, поддерживаю здоровье, слежу за своим телом и духом. Ребята подготовлены очень довольно-таки отлично, молодцы. Вот в их нем легкой работе этот навык просто необходим. Вот, хорошо уметь плавать. Мастерство пловцов оценится по технике, проплывании дистанции. Ну, естественно, если хорошая техника, значит и время показывает пловец очень хороший. Победители были определены по лучшему результату, показанному на каждой дистанции. Команда главного управления МЧС России по Ставропольскому краю одержала уверенную победу среди всех участников. На втором месте МЧСники Карачаева-Черкесии и на третьем – Северная сеть Аланья. Мурат Шантиозов, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В Башкортостане завершилось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов с более чем 16 стран. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии, Тамерлан Каракетов, Ренат Бастанов, Азамат Баташев показали отличные результаты, в очередной раз достойно представив страну на международных соревнованиях и принесли золотые медали. Также отлично показали себя и завоевали серебряные медали. Ислам Татаркулов и Юсуф Урусов – бронза. У Алима Байкулова, Ибрагима Гачьяевы и Астимира Чагова тренируют спортсменов Дахир Лайпанов, Пелял Байчоров и Ансар Татаркулов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаское». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин